Всем привет! Я надеюсь, вы узнали очертания этой горы, особенно зрители постоянные моего канала. Если кто-то еще не узнал, приближу. Да, это Монсеррат. Мы находимся в городе Марторель, здесь по делу. И пока у меня есть на это минута-другая, я поснимаю видео. Город Марторель основан еще при Римлянах, и здесь есть даже такая достопримечательность, как Чёртов мост. Немного позже я ее покажу, но пока полюбуемся на Монсеррат. Монсеррат, как я уже говорила, это господствующая вершина здесь. И образовалась она в эпоху ледникового периода. И ее зубчатые формы как раз этим и обусловлены воздействием ледника. Вот эти деревья, которые стоят по обочине дороги, они обрезаны у них ветки, и поэтому они выглядят как будто корнями кверху. Местные жители здесь ходят. Марторель является, можно сказать, таким индустриальным городом. Это где-то население в районе 30 тысяч, наверное, в данном населенном пункте. И работают на различных предприятиях здесь не только жители самого Мартореля, но и приезжающие из Барселоны. Ну ладно, не буду беспокоить котейку, пускай гуляет. Вот здесь мы находимся наверху. Там внизу я точно не могу сказать. Наверное, парк и еще там дорога вроде какая-то. Вот. Сосновый лес. Сосновый лес тут везде, в принципе, на горах. Я думаю, что когда здесь строили дороги и прочие места, его просто сохранили и все. Вот. В принципе, в том месте, где мы сейчас находимся, в общем-то, все. Кроме Монсеррата и котейки, вроде так, ничего особо не было интересно. Вот еще один котейка. Пожалуйста. Котенька, не бойся. Не бойся, котеечка. Местные жители здесь гуляют. На той стороне у них, как видимо, спортивный центр, школа, наверное, что-то еще есть. Какие-то учреждения. Это магазин Меркадона. Испанская сеть магазинов. Ну, и так далее, как говорится, и тому подобное. Я вам приближу Монсеррат. Монсеррат похож издалека на большую тучу. Здесь уже видно очертания горы. А так вот, когда едешь, особенно если он покрыт туманом, и не поймешь, и не увидишь, что это гора, а кажется, что это облака. Ну, вот, как-то так. Обошла с другой стороны вот этот вот парк, мост. Ну, вот, смотрите, это не парк, это огороды, оказывается. Так что, интересно. Тут с обратной стороны моста тоже продолжаются какие-то то ли дачи, то ли огороды с теплицами. И есть тут какой-то такой водный поток. Вот, пожалуйста. И этот мост, который является автомобилем, ну, вот, с тротуарами по бокам, видите, он даже, как говорится, имеет в себе места для отдыха. Вот такие скамеечки стоят. Одна здесь, одна там. Такие выступы на мостах. Здесь, в принципе, традиционные довольно-таки. И вот ты, вроде как, сидишь на этой скамеечке и смотришь вдаль. В этой дали кто-то заметил римский мост? Если заметил, говорит. Я еще пока его не вижу. Но он там, в ту сторону. А он поезд Ренфы. Или этот... С поезда, кстати, с Феррокарильи, не с Ренфы. Ренфы не знаю, видно или нет. Видно. И чертов мост видно. И большой мост. Мы его сейчас проезжали. Вот. Ну, посмотрим. Ваше место назначения находится справа. Итак, вот он, чертов мост. Мартарельский чертов мост. Вот так его и в навигаторе и нужно вводить. Мост перекинут через реку Йо-Бригад. Как у каждого моста здесь, у него существует своя легенда. Там Монсеррат. Значит, легенда гласит следующее. Одна бедная девушка, которая проживала на берегу реки Йо-Бригад. Каждое утро была вынуждена по шаткому бревну перебираться с одного берега на другой. Она умоляла, чтобы построили мост. И даже была вынуждена обратиться к дьяволу. Дьявол согласился и за одну ночь построить мост. Но с условием, что девушка отдаст ему свою душу. Девушка дала согласие. Но женщина, у которой жила эта бедная девушка, решила спасти заблудшую душу и плеснула водой на своего петуха, который закричал. И ему ответили остальные петухи в окрестности. Дьявол испугался, подумал, что наступило утро и ушел. Вот так душа девушки была спасена. Вот такова легенда. Мост построили еще римляне, которые, собственно говоря, Мартарелли основали. В течение веков он претерпел разрушение. И в 13 веке он был восстановлен. В средние века, то есть получается, на основе того самого римского моста. Средняя часть, вот этот пролет, это еще римский. А боковые части уже надстроены в средние века. Также часовня, которая находится над средним пролетом, тоже постройка средних веков. Потому что в римскую древнюю эпоху христианства еще как такового не было. Вот опять же я вам поворачиваю на Монсеррат, виднеющийся вдали. Неизвестно, сколько было в римскую эпоху здесь пролетов. Но вот в данный момент считайте. В таком виде он дошел до наших дней. И в 60-е годы 20 века он тоже подвергся реставрации, потому что уже возникла необходимость. Вот его оставили в таком виде. Это современные мосты и окружающие горы. Здесь проходит и как автомобильная, так и железная дорога, по которой люди едут вот туда. Ну и в другие места. И Ферракариль на Монсеррат едет, и Ренфе, и так далее. Ну, в общем, такое у нас путешествуется небольшое в город Мартарель. Всем пока!